Собственно, раньше вот этот вот шкафчик был полон препаратами. Сейчас это вот все то, что есть в запасе на случай если. То есть обезболивающее, обеззараживающее, здесь у нас лежит для заболеваний. И половина из того, что нужно вот буквально каждый день, этого просто нет. Если раньше достать гиптрал, гипотовед, еще что-то, это было не сложно. Но сейчас, да, кошка, которая будет стоить 300 тысяч, если выживет. Собственно, вот это вот последствия заражения достаточно опасным заболеванием. Вот здесь у нас сидит кошечка с фипом. Жуткое состояние, она ко мне попала достаточно недавно. И несмотря на все заверения, что она будет буквально уже скоро, она пытается жить не идеально, но как есть. Ей нужны некоторые препараты, которые стоят очень дорого. В том числе, допустим, ей нужен препарат от коронавируса, ей нужен препарат от почек. Да. Вот. И при этом этих препаратов у меня просто нет в наличии, и купить я их вот так вот сходу тоже не могу. Ну, надо небольшую дозу, поэтому приходится делить таблетки на восьмые. Когда котята, то это вообще на шестнадцатые, это вообще сложно делить. Таблеток в дозировках для котов не существует. Приходится вот делать так. Сколько такие таблетки стоят? Ну, в самом деле, этот флакончик не так дорого, около 800, но уходит он очень быстро. То есть там в среднем, ну, вот, там на кого... Вот на эту кошку у нас ушло две недели таких таблеток. Вот на нее. Чему дадится? Набери в адрес шприц. Вот. То, чего боятся все хозяева, дать таблетку кошке. У меня, допустим, на передержке очень много кошек, которые останутся здесь со мной уже навсегда. Так получилось, что уже пять лет помогаю животным, и теперь у меня их много разных, и они повсюду. Вот. Отчасти меня очень радует потом, спустя время, видеть их счастливых у хозяев. Вот. И отчасти мне очень приятно, что я действительно полезна для этого мира. Продолжение следует...